Всем привет! Сегодня займемся заготовкой яблок. У меня здесь четыре с небольшим килограмма замечательных садовых кисло-сладких яблочек с дачи. Но не важен общий вес, больше важен чистый вес подготовленных яблок. После того, как мы их почистим от кожицы, удалимся в клинку, какие-то побитости, неровности, червоточинки, я предполагаю, подозреваю, что у меня с этого объема получится килограмма три плюс-минус чистого веса, чистого яблочного филе. Заготавливать буду сразу двумя способами. Одну половину я использую для приготовления яблочных повидло, а из второй половины сделаю яблочное варенье, заготовку, начинку, пятиминутку. Но начинаются оба рецепта одинаково, с подготовки продукта, то есть с очистки и так далее. Действие такое довольно долгое и нутное, поэтому если у вас есть дополнительные руки, можно кого-то попросить вам помочь, то смело зовите. Яблоки я чищу при помощи картофелечистилки, но если ее нету, то можно воспользоваться просто ножичком. Чищу для того, чтобы потом не пришлось протирать, все это делать через сито от жмыха. Удаляю сердцевинку я при помощи вот такой нехитрой штучки, она еще дополнительно режет яблоко на дольки. Итак, как я и предполагала, у меня получилось 3 килограмма очищенных яблок. Я разделила их ровно пополам. Для того, чтобы сделать варенье пятиминутку, на полтора килограмма очищенных яблок нужен 1 килограмм сахарного песка. Яблочки немножко помельче я нарежу, потом пересыплю сахаром, перемешаю и оставлю их настаивать полтора-два часа, как раз пока готовится повидло. А для повидла на полтора килограмма подготовленных яблок нужен также 1 килограмм сахарного песка, 1 чайная ложка лимонной кислоты и 200 миллилитров обычной воды. Давайте приготовим яблочное повидло. Подготовленные зачищенные от сердцевинки кожицы яблоки нарезаем на небольшие кусочки. Сложите их в глубокую кастрюлю. Влейте стакан воды и варите на медленном огне до мягкости примерно 25-35 минут. Периодически помешивание. Время зависит от сорта яблок. Затем снимите кастрюлю с плиты и протрите яблоки до однородного пюреобразного состояния. Удобнее всего воспользоваться подружным блендером. Полученную массу снова поставьте на плиту. Сыпку сахара и лимонную кислоту. И варите, уваривайте на среднем огне от часа до двух с половиной. Постоянно помешивая, чтобы не пригорело и влага быстрее испарялась. Варка повидла это такой процесс, за которым нужно все время следить, все время помешивать, чтобы не пригорело. Потому что если пригорит, то, ну, во-первых, вы испортите себе кастрюлю, будете долго отмывать, но, во-вторых, будет привкус горелого. Точного времени варки нет. То есть, если вы варите немного, например, час и меньше испарится влаги, повидло у вас будет более светлое и более нежное. Если варите дольше, от двух часов до двух с половиной, соответственно, повидло будет более темное и более густое. Кому как нравится, я варю полтора часа, что-то среднее. Вот так выглядит повидло спустя час. В принципе, его уже можно разливать, но я поварю еще полчаса. Я стерилизую банки быстро в микроволновке. Наливаю чуть-чуть кипяточка на дно, примерно полтора-два сантиметра. Затем ставлю в микро на 4 минутки. А оставшуюся воду, которая не выкипала, просто сливаю. Только будьте осторожны, банки очень горячие, пользуйтесь каким-нибудь полотенчиком или прихватками. Готовое повидло разливаем по стерилизованным баночкам. Закатайте повидло чистыми сухими крышками, переворачивать не нужно. Храните в прохладном месте. Повидло готово, получилось 3 пол-литровые баночки. А пока мы варили повидло, наши яблочки в сахаре настоялись, дали очень много сока и пора варить варенье пятиминутку. Подготовленные, очищенные от кожуры и семян и уже нарезанные яблочки мы засыпали сахаром. Они постояли два часа и пустили сок. Теперь ставим кастрюлю с яблоками на плиту, дожидаемся закипания и варим 5 минут, постоянно помешивая. Варенье должно кипеть. Образующуюся пену снимаем, а ее будет немало. Затем выключаем и раскладываем варенье по стерилизованным баночкам. Закручиваем прокипячеными крышками. Укутываем, переворачивать не нужно. Когда остынут, убираем в прохладное место. Наше варенье пятиминутка готово. Ой, ну и провозилось! Но повидло шикарное. Глубокого янтарного цвета. Густое. Хоть на булочку, хоть на печенюшку. Ой, да на блинчик! И для начинки, для пирожков тоже шикарно. Для пирожных – корзиночка. В общем, изумительно. А варенье пятиминутка очень вкусно. Изумительно для начинок, для разных тартов, пирожных, пирожков. Оно мягкое, сочное, но сохраняет свою целостную структуру. Очень вкусно, сладко. Поверьте, оно того стоит. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите комментарии. Балуйте себя и своих близких. Пока! Очень вкусных, замечательных, садовых. Заготавливать буду сразу двумя способами. Половину. Одну половину. Только будьте осторожны, банки очень горячие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok